Здравствуйте, дорогие ученики! В прошлом году мы с вами познакомились с наукой географии и изучали начальный курс физической географии. В этом году, в шестом классе, мы с вами продолжаем изучать науку географию. Но в этом году мы с вами будем изучать географию материков и океанов. Вы, ребята, не забыли, для того, чтобы интересно проходили уроки, и для того, чтобы могли закрепить и записать те географические понятия и термины, с которыми мы с вами будем знакомиться, нам необходимы. Это учебник географии за шестой класс. А еще, ну-ка, вспомните, мы с вами в прошлом году очень хорошо работали с атласом, где были собраны карты, которые нам необходимы. А значит, в шестом классе мы тоже должны их иметь. Контурные карты, ребята, в этом году мы с вами будем использовать чаще, потому что будем изучать материки и океаны. То есть еще у нас появятся новые объекты, которые мы должны с вами будем закрепить. А также, ребят, как мы уже с вами привыкли, заводим тетрадь, приобретаем простой карандаш, цветные карандаши, ручки, линейки, компас, резинку. Все, что необходимо для того, чтобы изучить географию. Итак, ребята, сегодняшняя наша тема называется «Что изучается в курсе физическая география материков и океанов?» Итак, для того, чтобы начать изучать физическую географию материков и океанов, мы с вами немножко вспомним материал прошлого года. Мы с вами сказали, что жизнь человека тесно связана с природой, особенно с ее компонентами. Давайте быстренько вспомним компоненты живой и неживой природы. Мы с вами выяснили, что эти компоненты очень тесно взаимосвязаны друг с другом. Итак, мы с вами говорим о том, что необходимо изучить природу нашей планеты, особенности разных природных комплексов, происходящие, процессы и явления, вызванные деятельностью человека. Теперь, ребята, мы с вами это будем изучать, изучая материки и океаны. Давайте с вами вспомним. Изучая географию пятого класса, мы с вами выяснили, что основным предметом изучения физической географии является географическая оболочка. Давайте мы с вами немножко вспомним, что такое географическая оболочка. Мы с вами назвали географическую оболочку самым крупным природным комплексом, потому что в нем сочетались несколько оболочек. Давайте теперь попробуем их вспомнить. Ребята, внимательно слушаем. Как называлась твердая каменная оболочка Земли? Я думаю, вы вспомнили. Мы ей дали название литосфера. Вспомните, ребята, водная оболочка Земли. Мы с вами назвали ее гидросфера. Третья оболочка Земли, с которой мы с вами познакомились, это воздушная оболочка Земли, которая получила название атмосфера. Когда в этих оболочках создались благоприятные условия, появились живые организмы. То есть появилась четвертая оболочка, которую мы с вами назвали биосфера. А значит, ребята, в географической оболочке, как мы с вами видим, взаимосвязаны и взаимодействуют друг на друга четыре оболочки. Литосфера, гидросфера, атмосфера и биосфера. Изменение любой из этих оболочек ведет к изменению целого природного комплекса, который мы назвали географическая оболочка. Вспомнили, ребят? А теперь давайте посмотрим. Издавна человечество делило всю Землю, ребят, на водное пространство и на сушу. Водное пространство, как мы с вами видим, оно составляет единое целое и получило название Мировой океан. Давайте теперь выясним, а как же тогда мы называли сушу? А вот теперь природный комплекс, географическая оболочка, оказывается, включает в себя еще два крупных природных комплекса. Это, ребята, материки и океаны. Вот с материками и океанами мы сейчас с вами и познакомимся. Итак, давайте с вами вспомним, что же такое материк. Обратите внимание все на карту. Вы видите, это крупные участки суши, обладающие целостным строением земной коры. В прошлом году мы уже называли материки. Давайте попробуем их вспомнить. Итак, мы с вами в определенном порядке говорим, что самым крупным является Евразия. Второе место по своей площади занимает Африка. Третье место занимает такой материк, как Северная Америка. На четвертом месте это Южная Америка. Нашим материком является Антарктида. И обратите внимание, самым маленьким материком является Австралия. Действительно ли это так? И правильно ли я назвала последовательность этих материков? Давайте с вами посмотрим еще на один слайд и сравним. Действительно, обратите внимание, самым крупным материком, как вы видите, является материк Евразия, площадь которого составляет более 54,6 миллиона квадратных километров. А самым маленьким, оказывается, является материк Австралия, площадь которого составляет 7,7 миллионов квадратных километров. Но кроме материков, ребят, оказывается, мы на карте должны выделять еще части света. Что же такое часть света? Это тоже регионы суши, которые включают в себя материки и те острова, которые находятся рядом с материком. Но части света дают и другую формулировку, что это историко-культурное понятие, возникшее на определенном этапе развития человечества. Давайте выясним, есть ли разница между материками и частями света. Обратите внимание на материк Евразии. Здесь не написано Евразия, здесь написано Европа и Азия. А значит, Евразия делится на две части света. Посмотрите, Европа и Азия. Легко, ребята, запомнить. Слово Европа означает запад. Значит, эта часть света находится на материке Евразии, западной части. А слово Азия означает восток. А значит, вся восточная часть занимает такая часть света, как Азия. Обратите внимание, ребята, два материка почему-то названы одной частью света. Мы с вами сказали, Северная Америка и Южная. Здесь, ребята, здесь оказывается только одна часть света – Америка. И заметьте, очень часто мы с вами употребляем, говорим «в Америке». Не говоря о том, какой этот материк, мы определяем с вами часть света. Кроме этих трех частей света, у нас есть еще Африка, Антарктида и Австралия. Значит, ребята, обратили внимание, у нас шесть материков и шесть частей света. Но части света отличаются своим названием. Теперь давайте выясним. Очень часто, когда вы читаете книжки, вы, наверное, часто слышите такое понятие – старый свет и новый свет. А значит, есть части света, которые издавна известны человеку. Вы можете их определить, правильно? Это Европа, Азия и Африка. А вот остальные материки, оказывается, ребята, относятся к новому свету, потому что были открыты намного позже. Итак, ребята, шесть материков и шесть частей света. Давайте посмотрим, какие части света имеют наибольшую площадь. Обратите внимание, Азия. Ее площадь составляет почти 44,5 миллионов квадратных километров. А теперь посмотрите на самую маленькую нашу часть света. Опять это оказалось Австралия. Он и самый маленький материк, и в то же время самая маленькая часть света. Ее площадь составляет 8,5 миллионов квадратных километров. Итак, ребята, мы с вами познакомились с материками и частями света. Но у нас есть еще океаны. Океан, ребята, от древнегреческого слова океавос, от имени древнего большинства океана. Это крупный водный объект, составляющий часть мирового океана. Давайте посмотрим, сколько у нас океанов. Внимательно смотрим. Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан и Северный ядовитый океан. Вы, ребята, внимательно смотрели на карту? Я что-то не назвала? Молодцы! Я думаю, вы заметили. Я не назвала Южный океан, потому что ученые, ребята, до сих пор спорят, будем мы этот океан выделять отдельно или нет. Но в некоторых источниках этот океан описывается, поэтому об этом вы должны знать. Итак, почему я в таком порядке назвала океаны? Давайте посмотрим на их площадь. Посмотрите, самым крупным океаном по площади является Тихий океан. Его площадь составляет почти 180 миллионов квадратных километров. А самым маленьким океаном оказывается Северный ледовитый океан, площадь которого составляет 14,1 миллиона квадратных километров. Если мы с вами посмотрим на диаграмму, ребят, обратите внимание, самую большую площадь на Земле составляет Тихий океан, 49,6%. Итак, ребята, океаны делятся на более мелкие. Такие части, как моря. Обратите внимание, у каждого океана есть своя акватория морей. Например, Карское море, Баренцевое море, море Лаптевых. Также у каждого океана. Также, ребята, имеются такие части, как заливы, которые глубоко вдаются в сушу. Например, знаменитым являются Гудзонов залив, Мексиканский залив, Калифорнийский залив. И каждый материк тоже имеет свои заливы. А также, ребята, проливы. Это водное пространство расположено между двумя участками суши. Обратите внимание, самым протяжённым является Мазамбекский пролив. По атласам вы, ребята, посмотрите и обязательно изучите и моря, заливы и проливы. Ещё, ребята, одно понятие – береговая линия. Граница соприкосновения поверхности океанов и морей с поверхностью суши. А значит, у каждого океана есть своя береговая линия, и у каждого материка есть своя береговая линия. Вот как вы видите на картинках, очертания береговых линий морей или материков. Вот, например, давайте посмотрим материк Австралии. Для того, чтобы определить эту береговую линию, можно проделать такую работу. Вот провести очертания береговой линии, например, Евразии. Обратите внимание, Евразия имеет такую береговую линию, но каждая береговая линия имеет определённые географические объекты. Будем работать с картами, и обязательно эти объекты мы с вами отметим. Береговая линия Африки, береговая линия Северной Америки, Южной Америки, Антарктиды и Австралии. Итак, ребята, сегодня мы с вами постарались познакомиться конкретно с такими понятиями, как материки, части света и океаны, а также познакомились с новым понятием береговая линия. Надеюсь, вы сможете определить название частей света, которые сейчас числами появятся на экране. Давайте быстренько это попробуем. Число 1. Ну-ка, вспомнили, какая это часть света? Молодцы! Это Азия. Так, число 2. Быстренько вспоминаем. Это Африка. Так, число 3. Внимательно смотрим. Это называется Америка, да, часть света? Так, число 4. Антарктида. Так, число 5, посмотрите, Европа. И число 6. Это Австралия. Давайте быстренько по рисункам мы с вами определим океаны. Первый рисунок быстренько, молодцы, Атлантический океан. На втором рисунке самый большой океан, Тихий. На третьем мы сказали самый маленький океан, Северный Ледовитый. И на четвертом Индийский океан. Молодцы, ребята! Но мы с вами говорили, что еще есть Южный океан. Итак, давайте подпишем название океанов. Быстренько. Цифра 1. Атлантический океан. Цифра 2. Тихий океан. Цифра 3. Отмечен у нас Северный Ледовитый океан. Цифра 4. Индийский океан. И цифра 5. Южный океан. Молодцы! Итак, ребята, вы должны будете вспомнить очертания материков и океанов. Давайте быстренько материки теперь вспомним. По цифре 1. Какой материк отмечен? Молодцы! Африка. По цифре 2. Австралия. Самый маленький материк. По цифре 3. Это Южная Америка. По цифре 4. Северная Америка. И по цифре 5. Антарктида. Ребят, какого материка нет? Вы догадались? Материка Евразия. Молодцы! Сегодня, ребята, мы с вами познакомились с курсом, что изучают в курсе географии материков и океанов. Запишите, пожалуйста, задание для самостоятельной работы. Вам необходимо прочитать первое предисловие, второе, параграф номер один, что изучается в курсе «Физическая география материков и океанов». Третье, ответить на вопросы страница номер 7. Четвертое, выполнить практическое задание. Страница 7. Это задание, ребята, связано с контурной картой. Спасибо вам за внимание. Удачи! До свидания! Выбираем страну. Далее создаем пароль. После всех операций нужно повторить пароль. Для ввода дополнительной информации о себе можно внести следующие данные – имя, фамилия, электронная почта, номер телефона. Далее нажать кнопку «Сохранить». Данные ввода информации необязательны. Нажмите в правом верхнем углу слово «Пропустить». После завершения регистрации вы можете полноценно насладиться игрой. Также возможен пробный вход без регистрации. Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок музыки в шестом классе. Приготовьте, пожалуйста, учебники, тетради, ручки. Тема сегодняшнего урока – узбекская классическая музыка. Что же такое узбекская классическая музыка? Это несколько жанров, которые соединяет эта музыка. Маком, ашула, классические мелодии, кятта ашуля и дастан. Дорогие ребята, пожалуйста, зафиксируйте у себя в тетрадях этот кластер. Еще раз повторю. Узбекская классическая музыка – это маком, ашула, классические мелодии, кятта ашула и дастан. Узбекская классическая музыка по своей структуре очень богата. В ней огромное количество песен и инструментальных мелодий. Они различны по форме, по содержанию и делятся на четыре крупных региональных стиля – локальные циклы. Давайте же мы с вами узнаем, какие же это локальные циклы. Сурхандарья – Кашкадарья – первый локальный цикл. Бухара – Самарканд – второй локальный цикл. Фергана – Ташкент – третий локальный цикл. И четвертый отдельно идет Хорезом. У каждого региона своеобразная особенность не только в языке, диалекте, но и в музыкальных интонациях, обычаях и обрядах. Традиции узбекского, народного, классического и профессионального искусства своими корнями уходят вглубь веков. Он достиг высоких художественных результатов как в исполнительской культуре, так и в жанрах вокальной и инструментальной музыки. Высокие требования предъявлялись к профессиональной исполнительской культуре певцам и инструменталистам. Они становились профессионалами только после долголетней учебы у прославленных мастеров. Обратите внимание на иллюстрации. Каждый жанр классической музыки каким образом исполняется. Это маком, ашула, классические мелодии, киата ашула и дастан. Ремесло музыканта было, конечно, потомственной профессией. Передавалось от отца к сыну, от учителя-мастера к ученику. Обучение происходило обычно следующим образом. Одаренный мальчик, юноша, нанимался к мастеру, ученики, и на протяжении семи-десяти лет он обучался искусству музыканта, выучивая огромное количество музыкальных произведений. Выдержав затем экзамен, перед мастерами он становился исполнителем и мог считаться профессиональным музыкантом. Исполнителей узбек в классической музыке называют хафиз. Что означает слово хафиз? Хафиз – это обладатель хорошей памятью. Ведь эта музыка – это устная традиция. И дети, и музыканты должны были знать музыкальные произведения наизусть, на память. Прослушайте, пожалуйста, фрагмент узбекской классической музыки. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Однако профессиональные музыканты вплоть до XX века на практике не применяли нотописи. С давних времен на Востоке знание музыки и умение играть на музыкальном инструментах считалось необходимой частью образования, гармонического развития человека. А в средневековых университетах Востока Медресе изучалась музыка, которая входила в цикл точных наук наряду с математикой. А теперь, дорогие ребята, мы переходим к следующей части нашего урока. У нас сегодня очень веселая, добрая, красивая песня, которая называется «Ассалам алейкум». Прослушайте ее, пожалуйста. 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 «Ассалам алейкум веселую песню». А теперь мы с вами ее будем разучивать по фразам. Но перед тем, как разучивать песню, конечно же, мы должны разогреть наши голоса. «Ассалам алейкум веселую песню. Первое упражнение. Позагреваем голоса с внутренними губами. Позагреваем голоса с внутренними губами. Позагреваем голоса с внутренними губами. Молодцы. Молодцы. Следующее упражнение. Молодцы. Пожалуйста. Молодцы. 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 Следующее упражнение. Соль, фа, ми, ре, до. Остановимся на нотке до, пожалуйста. Соль, фа, ми, ре, до. Молодцы! А теперь начинаем разучивать песню. Внимательно послушайте первая фраза. Когда хозяин гостю рад, он называет братом, и в пиалу кладет на ват восточную усладу. Еще раз веселее и задорнее. Когда хозяин гостю рад, он называет братом, и в пиалу кладет на ват восточную усладу. Давайте сопровождением. Приготовились? Начали! Когда хозяин гостю рад, он называет братом, и в пиалу кладет на ват восточную усладу. Молодцы! Следующая фраза. Не в легком мире мы живем, и так порою надо. Здесь людям за одним столом, и в пиалу кладет на ват восточную усладу. Но в легком мире мы живем, и так порою надо. Здесь людям за одним столом, и в пиалу кладет на восточную усладу. Первый куплет. Припев. Внимательно слушаем. Ассалам алейкум, ассалам алейкум, идуст лар. Еще раз. Ассалам алейкум, ассалам алейкум, идуст лар. Дальше. Ассалам алейкум, ассалам алейкум, келень лар. Вторая фраза. Ассалам алейкум, ассалам алейкум, келень лар. Соединяем две фразы. Ассалам алейкум, ассалам алейкум, идуст лар. Ассалам алейкум, ассалам алейкум, келень лар. Дальше. Ассалам алейкум, ассалам алейкум, ассалам. Ассалам алейкум, ассалам алейкум, келень дус лар. Давайте припев теперь с сопровождением. Ассалам алейкум, ассалам алейкум и Валерий Дмитрий 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 Дмит И в пиалу кладет на ван восточную усладу Не в легком мире мы живем, и так порою надо Здесь людям за одним столом, и припеть чай с усладой Ассалам алейкум, ассалам алейкум, эйдус лад Ассалам алейкум, ассалам алейкум, килингля Ассалам алейкум, ассалам алейкум, ассалам Ассалам алейкум, ассалам алейкум, а здесь дус лад Дальше второй куплет. Приготовились, начали И солнце светит здесь всегда, на небосводе ярко Встречают радостно друзья с лепешкой и навадом Мелодия не изменилась, только другие слова Давайте еще раз И солнце светит здесь всегда, на небосводе ярко Встречают радостно друзья с лепешкой и навадом И пусть сияет нам с небес звезда добра согласия Мы будем жить одной семьей, желаем всем счастья Ассалам алейкум, ассалам алейкум, эйдус лад Молодцы ребята, а теперь давайте споем песню от начала до конца Вы готовы? Когда хозяин гостю рад, он называет братом И в пиалу кладет на вад восточную усладу Не в легком мире мы живем, и так порою надо Здесь людям за одним столом, и выпить чай со сладой Ассалам алейкум, ассалам алейкум, эйдус лад Ассалам алейкум, ассалам алейкум, кинь ля Ассалам алейкум, ассалам алейкум, ассалам Ассалам алейкум, ассалам алейкум, а здесь дус лад И солнце светит здесь всегда На небо в своде ярко Встречают радостно друзья С лепешкой и навадом И пусть сияет нам с небес Звезда добра за глазья Мы будем жить одной семьей Желаем всем вам счастья Молодцы ребята Я думаю, что вы выучили эту песню Она очень легкая, задорная и добрая Дорогие ребята, давайте запишем домашнее задание Первое задание прочитать тему на странице номер 6 Второе задание Дорогие ребята, уважаемые родители Пожалуйста, зафиксируйте чайнворд Нужно решить чайнворд В этом чайнворде Спрятаны 4 слова Которые были В нашей сегодняшней теме И третье задание Выучить песню наизусть Ассалам алейкум На этом у нас урок подошел к концу Я хочу вам пожелать всего самого хорошего Здоровья До свидания До новых встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, дорогие ребята Сегодня у нас урок Изобразительное искусство Тема нашего урока Стили и направления в искусстве средних веков Искусство, ребята, средних веков Охватывает большой период Это тысячи лет И приблизительно это с 5 по 15 века Историки, искусствоведы, ребята Не могут сказать вам точной даты Но течение и направление в искусстве средних веков Мы сегодня будем изучать Посмотрите на эти великолепные красивые здания В 10-х и 12-х веках Начинает свое развитие романского стиля И в этот период, ребята Постройка зданий Выполняется таким образом Что здания строят невысокие Невысотные А они призимистые Даже, можно сказать, они низковатые Почему? Стены очень толстые Проемы, оконные и дверные Бывают узкие Но отличительная особенность в этот период Вы видите постройка башен Вот здесь хорошо видно, ребята Постройка башен Башни, ребята, цилиндрической формы Это Пизанский собор Это архитектурный ансамбль В романском стиле Искусство средних веков Является основной ступенью В развитии и процветании Национальной культуры Народов мира Здания, конечно, ребята Великолепные Это редкие сооружения Обратите внимание Это графский замок Построен в 1180 году Он окружен по периметру водой Ров с водой И это очень красивый, конечно, замок И башни имели практическое назначение Также развивается скульптура романского стиля Развивается скульптурная пластика И архитектурные сооружения Украшались именно скульптурной пластикой Это очень красивое украшение на здании Собор в готическом стиле Этот собор, ребята, отличается тем, что Во-первых, вы видите, что высотные башенки Таких башенок очень много Большое количество башенок И эти башни, ребята, имели тоже практическое назначение Человек мог подняться на башню И посмотреть окрестности вокруг Конечно, это было актуально в этот период Потому и очень важно для людей И в готическом стиле башни оформляли еще символом петуха А петух означал бдительность Почему мы говорим готический стиль? Готический стиль был назван от слова готы Это германские племена Поэтому им мы называем готический стиль Искусство готики развивалось в XII веке Вот посмотрите Этот собор в Милане Строительство началось в 1386 году А закончилось в 1856 году Этот собор строился 500 лет, ребята Огромный труд архитекторов и людей, которые воздвигали этот собор Вы видите, ребята, собор в Реймсе Это во Франции собор 1208 год 1311 года Этот собор высотой 150 метров А вот эти башни Высотой 80 метров Конечно, ребята, этот собор не был окончательно достроен Должно было быть еще и семь башен Но так получилось, что он недостроенный Но даже в недостроенном виде он смотрится лаконично, целостно И в готическом стиле Конечно, обратите внимание, окно роза Очень было популярно Выполнять витражи Представьте, какая красота Когда через эти стекла проходил свет И такое завораживающее было видение Атмосфера такая была Очень красивая Уже в самом соборе, ребята Вот эти узоры скреплялись Стеклышки Скреплялись свинцовыми скрепками Конечно, это кропотливая Очень интересная работа И она была развита в готическом стиле В Средние века В Средней Азии, ребята В Седьмом и Восьмом веках Уже архитекторы использовали При строительстве жёлный кирпич И воздвигались архитектурные ансамбли, минореты Вот ансамбль архитектурный шахи Дзинда в Самарканде Смысл названия – живой шах И он состоит из нескольких памятников Первой половины XIV и XV веков И обратите внимание, ребята, на минорет Жаркурган Как он был построен? Уникальная кирпичная кладка Посмотрите И посмотрите, ребята, как ровные стены А здесь мне очень понравилось, ребята, на репродукции Как падает цвет, какие становятся объёмные-объёмные здания И именно в этот период, ребята, начинается в архитектурных сооружениях расписываться стены Усыпальница Гуры-Мир в Самарканде Гуры-Мир переводится как «Гробница Эмира» И могила повелителя Усыпальница Тимуридов – шедевр зодчества Средней Азии И обратите внимание, ребята, на внутреннюю отделку С какой любовью расписывали мастера, художники такие сооружения Известный минорет Колян Его высота – 50 метров Также красота внутренней и внешней отделки Усыпальница Самонидов – Средней Азии Это IX век Бухара Широко развивалось строительство усыпальниц Эту усыпальницу Самонидов, ребята, было видно издалека И отличительная её особенность состояла в том, что кладку видели люди уже издали-издали Это уникальное сооружение, которое было прославлено на весь мир А сейчас я бы вам хотела показать, как выглядит вот эта уникальная кладка Какие искусные ребята были мастера в то время Представьте, IX век Какие ровные стены, какая ровная кладка кирпича И также всё было выложено и внутри здания Прекрасные образцы архитектурного декора Богатство и разнообразие композиций орнаментов в среднеазиатской архитектуре Уже в IX веке, ребята, выполняли резьбу по дереву И это тоже были очень искусные мастера, которые выполняли очень красивые узоры на дереве А вот этот момент, ребята, обратите внимание Уже в это время делалось и огромное количество зарисовок И древний паджикент – это живописный бордюр, орнамент, сводов Изобразительное искусство и декор достигло в Средней Азии к VIII веку большого совершенства А теперь, ребята, я предлагаю вам задание для самостоятельной работы Прочитайте, ребята, пожалуйста, страницу с V по XIII И постарайтесь, ребята, на XIII странице ответить на вопросы И выполните, пожалуйста, рисунок в альбоме «По воображению» на тему восточной архитектуры Творческих успехов вам, ребята! До новых встреч! Здравствуйте, дорогие ученики! Сегодня мы с вами проведем урок технологии Сегодняшняя тема нашего урока – виды и физические свойства древесины Затем будет практическая работа применения клеев, используемых в столярном деле Древесиной называется плотный материал, из которого состоит Крона, пожалуйста, ствол и корни Внутреннее строение дерева Сердцевина Кора Луп Камби И сама древесина Деловую древесину получают главным образом из ствола дерева При распилении его на части Распиливают ее на лесопилках На пилораме Вот вы видите Бруски – это уже готовая деловая древесина Свойства древесины, не влияющие на целостность материала И не меняющие его химические свойства Называются физическими свойствами Физически эти свойства состоят из Естественный цвет Запах Влажность Влагопоглощение Разбухание Электропроводимость Звукопроводимость Теплопроводимость Плотность Усушка И цвет Виды текстуры Первое – это хвойные породы древесины Первая часть – вот хвойные породы древесины, ребят Вторая часть – лиственных пород древесины Хвойных лесов больше, чем лиственных Хвойная древесина легче и мягче, чем лиственные И легко подвергаются обработке Стволы хвойных деревьев Ровные и гладкие Из них получают хорошие, качественные бруски Растущие деревья можно различать по коре, по форме кроны и листьев Применяемые в столярном деле виды древесных материалов определяют по цвету, текстуре и запаху Что значит цвет? Цвет зависит от того вида дерева, где оно произрастает Текстура – это значит цвет дерева, в разрезанном виде рисунок дерева Запах – это определение эфирных масел и смол При подготовке столярных соединений Прямые ноготками и Т-образными На их поверхность наносится столярный клей Затем соединяются детали ноготковых соединений Вот здесь мы видим Прямые ноготки Пожалуйста, прямые ноготки Т-образные Поверхность наносится клей Затем соединяются детали ноготковых соединений В пятом классе все вы проходили Т-образные соединения Если вы вспомнили, а вы вспомнили, подскажите, что мы проходили, что мы делали? Правильно Мы делали Т-образную швабру Вспомнили? Швабру делали В столярном деле наиболее используемый клей – это столярный казиновый ЭПВА Но на сегодняшний день производством выпускаются различные виды клеев Которые более эффективны Например, клей Момент Клей ПВА – синтетический клея Основными компонентами столярного клея является Белковое вещество Которое и обеспечивает прочное склеивание Казиновый клей Это натуральный клей животного происхождения Основным веществом получаемый из молочного белка Прочность древесных изделий зависит не только от качества клея Но и от толщины клеевого слоя Значит, при нанесении мы не зацикмем на качестве Но и обращаем внимание на наложение слоя Где было показано выше Лак – соединение органическое Органическое вещество При покрытии лаком используются спиртовые, масляные и нитролаки Это виды лаков Краска Вещество, которое сохраняет изделие От разрушающихся из тест И придает ему красивый внешний вид Сейчас, ребята, мы перейдем к практическим занятиям Дорогие ребята Практические занятия Прежде чем начать занятие В классе мы всегда одеваем форму И я вот перед вами в фартуке Мы сегодня будем изготавливать угольник 90-градусный угольник Для изготовления угольника нам потребуется Брусок 3х4 Первым делом мы делаем технологическую карту Как вы все знаете Расчерчиваем технологическую карту И ставим размеры и используемый инструмент Так как у нас в студии такого возможности нет Мы начинаем разметку изготавливаемой детали Для этого нам понадобится линейка, карандаш Мы ставим брус И размечаем Размеры уголка Это как образец Показываю Снимаем размеры уголка Уголок наш 25 сантиметров Прибавляем эту сторону еще Нам нужно 27 сантиметров 27 сантиметров бруса Для того, чтобы разметить Разметить брус Мы линейкой отмеряем 0,7 сантиметров С края кромки Проводим линию с одной и с другой стороны Провели линию с одной стороны Провели линию со второй стороны Размечаем размер Держателя уголка Держателя уголка Размер у нас получается 15 сантиметров Отмечаем размер Теперь Теперь Мы Держатели ручки Должны отрезать Когда отрезаем Получается Он получается вот такого вида Здесь для того, чтобы Мы должны сделать проушину Проушину Для того, чтобы Наглядно Видите, чтобы Измеряющая линия Зашла в эту проушину Отмеряем Проушину Размер 0,7 Опять же И Отверткой Или маленькой стамеской Выдавливаем Выбиваем Вот этот брус При выбивании Он Получает вот такой вид Вот такой вид Теперь Оставшийся Оставшийся брус Для Самой Линейки Тоже После Опиливания Получается Три вида Три вида Мы берем Средний вид Средний вид И Начинаем Обмазывать его клеем Обмазывать клеем Клей у нас ПВА Делаем Двустороннюю Обмазку Для прочности Мажем Одну Сторону И Вторую Сторону Теперь Соединяем Ровно В 90 градусов Уголок Вот пожалуйста Для Надежного Сцепления Для надежного Сцепления Мы Просверливаем Отверстие И Закрепляем Наггетсом Наггетс Вы знаете Что это Это Брусочек Дощечка Которая Забивается Для надежности И у нас Получается Вот такой Угломер 90 градусов Дорогие Ребята Я Задаю Для Закрепления Тему Перечислите И объясните Физические Свойства Древесины Это Первый Вопрос Второй Вопрос Расскажите О процесс Оклеивания Ноготковых Соединений И Третий Вопрос Какие Виды Столярного Клея Вы Знаете И Каков Их Состав Все Это Вы Прекрасно Прослушали Дорогие Ребята На этом Наш Урок Закончился Всем Желаю Крепкого Здоровья До Новых Стреч Прекрасно Прекрасно ИНСАННИН ХАЯТИДЕ ОРУН ОЛОЙШ БУННАН ХАМ КОПРАГУЛНИН ТАЛАП КЛАДЫ. ЯХШИ ДОСТ БОЛЮШУЧЮН ТОККСЫ ТАВСИЕ. ДОСТИНГЕЗГЕ ВАКТ АЧРАТИН. ХЕЧ КАНДАЙ ДОСТЛИК ИРЩДАСИ ОЗ ОЗДАН БОЛМАЙДЫ. АКСИНЧЕ ВАКТ ТАЛАП КЛАДЫ. ХАКИКИ ДОСТИНГЕЗЕСІ ВАКТ ИНГЕЗНІ БІР ҚСМИНА ОЛАДЫ. САМИМИ БОЛИН. ОДАМЛАР КОЗУГЕ БОЩКЕЧЕ БОЛЮБ КОРУНЩКЕ ОРУНА ДЕЙІН ИНСАНЛАР ОЛАРНІ ОЗДАН УЗАКЛАЩТИРАДЫ. АХРІ БЫЗ САМИМИ ИНСАНЛАРНІННИң ОЛДАДЫГИНЕ ОЗУМЦНІ КУЛАЙ ХЪСКИЛАМЫЗ. ШУБОЙЗ ОЗЛИГИНГЕЗЧЕ КОЛИН. ЯХШІ ТИНГЛАЩЩІ СФАТИДА ДОСТЛАРНІННИң ТАФСИЛОТЛАРЫ БЛАН ҚЫЗУКИН. СЫЗ БЛАН БРАУН БР НАРСАНЫ БАХАМ КОРГЕНДЫ. ТЕЛЕВИЗЕР КОРЮЩ, ЙОКИ СМС ЯЗЩЩ БЛАН ШУГУЛЛАММАЙН. КОПІНЧЕ, ОДАМЛАР ЯХШІ МАСЛАХАТ КЕЕМАЗ, БАЛКІ ХЦССИ КЕЧНМАЛАРНІННІ ТИНГЛАЙ ОЛАДИЯН ИНСАНГЕ МУХТАЧ БОЛАДИЛАР. ДОСТЛАРНІННІ СЫРЛАРНІННІ САКЛАЙН, ОЗ ИНГЕЗНІ ИЩАНЧЛИ ОДАМЛІГИ ИНГЕЗНІ КОРСАТИН. Бұнің ең яқшы олы, базы сырларыңізіні достларыңіз білан ұлашын. Яқшы маслахат берін. Яқшы дост болшыңіз үчін, достыңізнің вазиятыны өнің нұқтайын назардан қоры болшыңіз лазым. Ва достыңіз німэдесаңіз шыны кылшы кереклегіні та китламастан, өз фікіріңізіні бүлдіршыңіз керек. Добавил субтитры DimaTi Добавил субтитры DimaTi